Здравствуйте! В этом видео будем решать проблему, когда установщик Windows не предлагает выбрать версию Pro, Home и другие. Рассмотрим, как просто решить проблему прямо в процессе установки, не используя дополнительных программ. Приступаем! Когда пользователь устанавливает Windows например в флешке, он нажимает кнопку установить. Часто установщик первым показывает вот такое окно, которое называется выберите операционную систему, которую вы хотите установить. В этом случае можно выбрать нужную редакцию, например Pro и установить её на компьютер. Но бывает и так, что после нажатия на кнопку установить, появляется окно с лицензионным соглашением или какое-то другое. В этом случае мы уже не увидим окно выбора редакции. В таких случаях обычно устанавливается та редакция, ключ от которой производитель компьютера прописал в BIOS UEFI. Чаще всего это Windows домашняя. Что делать, если пользователь хочет установить Pro версию, а нужное окно не появляется? Достаточно создать небольшой файл и поместить его на загрузочную флешку. Этим можно заставить установщик показывать окно выбора редакции Pro. Решить это можно двумя способами. Под Windows или прямо во время установки. Давайте сделаем это прямо сейчас. Итак, у меня появилась лицензия. Как я уже сказал, это значит, что окна выбора редакции Pro уже не будет. На всякий случай можно убедиться в этом, пройдя дальше. В этом окне установщик предлагает уже выбрать раздел для установки системы. На следующем шаге уже начнется процесс установки. Окна выбора уже не будет на 100%. Закрываю окна. Они нам не понадобятся. Здесь подтверждаю. Чтобы создать файл, о котором я говорил, нужно запустить командную строку. Для этого нажимаю одновременно клавиши Shift плюс F10. Запустилась командная строка. В командной строке нужно ввести Notepad. Наверняка у вас по умолчанию включена русская раскладка. Чтобы переключиться на английскую, нажимаю Alt Shift. Я напечатал Notepad. Нажимаю Enter. Запустился блокнот. Вводим в него вот такой текст. Первая строка в квадратных скобках. Edition ID. Перевод строки. Вторая Channel тоже в квадратных скобках. Печатаем без ошибок. 2N в середине. И третья строка без скобок. Retail. Строчные или прописные. Другими словами, большие или маленькие буквы. Роли здесь не играют. Вводите как удобно. Главное, чтобы текст был без ошибок. Я ввел весь текст. Теперь нужно правильно сохранить файл. Для этого в меню нажимаю File. Выбираю Сохранить как. Открылось окно сохранения. У вас должна открыться именно та папка, в которую нужно сохранить файл. Это папка Sources, которая лежит на флешке. Если в этой строке вы увидите что-то другое, то в левой колонке нажмите этот компьютер. В основной части окна видно все устройства, диски и разделы, которые имеются на этом компьютере и подключены к нему. Среди них нам нужно выбрать загрузочную флешку. В каждом видео, где мы создаем загрузочную флешку, я постоянно повторяю, что рекомендую запомнить метку флешки. Когда вы знаете эту метку, то найти флешку в подобном окне не составит труда. Вот моя флешка. Выделяю ее. Нажимаю Открыть. На установочной флешке есть несколько папок. Среди них обязательно есть папка Sources, о которой я уже сказал. Выделяю ее. Открываю. В эту папку нужно сохранить созданный файл. По умолчанию блокнот сохраняет файл в виде текстового документа. Меня это не устраивает. Чтобы изменить расширение нажимаю на список Тип файла. И выбираю все файлы. Сразу, чтобы не забыть, проверьте, чтобы кодировка была УТФ-8. Если у вас другая, нажимайте на список и выберите просто УТФ. Без спецификации. Осталось ввести правильное имя файла. Кликаю в поле имя файла. И ввожу. Именно так. ei.cfg. Без ошибок. Нажимаю Сохранить. Готово. Блокнот можно закрывать. Командную строку тоже. Теперь нужно перезапустить процесс установки. Для этого нажимаю на кнопку Установить. Теперь установщик показал окно выбора. Я могу выбрать любую редакцию Windows. Выбираю Pro и нажимаю Далее. Дальнейший процесс установки не отличается от обычного. Я подробно рассказывал о нем в этом видео. Все, о чем рассказал здесь, одинаково работает в Windows 10 и Windows 11. Я создавал файл и редактировал его прямо во время установки. Если ваша Windows загружается или под рукой есть второй работающий компьютер, то можно все это сделать из-под Windows. Подключаю флажку. Создаю текстовый документ и печатаю тот же текст. В рассмотренном варианте мы могли выбрать редакцию Windows при установке. Если вам нужна именно версия Pro, то можно немного изменить файл. Во второй строке напечатать Professional. Далее аналогично. С таким текстом окно выбора редакции не появится, но будет установлено Windows Pro. На мой взгляд первый способ лучше. Пользователь выбирает все сам при установке. С таким же файлом проконтролировать что установилась прошка мы сможем только в конце установки. Кто-то предпочтет такой полуавтоматический режим. Далее все аналогично. Сохраняем. Выбираю флешку. Открываю папку sources. Проверяю кодировку. В поле тип файла выбираю все файлы. Выделяю имя файла и ввожу название. Нажимаю сохранить. Готово. Теперь можно загружаться с этой флешки и устанавливать Pro версию Windows. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующий ролик. Возможно это пригодится вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними пожалуйста. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok